Наставники «Голос. Дети» записали обращение для спецвыпуска шоу. Наставники музыкального шоу «Голос. Дети» записали видеообращение к участникам специального выпуска программы на Первом канале, который должен прояснить ситуацию с нечестным голосованием. В финале шестого сезона шоу сообщила РИА Новости, информированный источник. Спецвыпуск телешоу «Голос. Дети» выйдет в прямом эфире в пятницу на Первом канале 21.30 по Москве и продлится два часа. Каждый из наставников записал видеообращение детям, так как это очень важно для них, рассказал источник. Представитель певицы Светланы Лободы Дарья Бурлакова сообщила РИА Новости, что артистка принять участие в программе не сможет. «У нас концерт в Казахстане, Светлана сейчас на гастролях», — пояснила она. Пресс-секретарь наставников Валерия Меладзе и Пелагеи вопрос об участии комментировать отказались, подчеркнув, что всей информацией на этот счет обладает только Первый канал. Ранее представители канала отказались раскрывать детали того, что конкретно будет показано в спецвыпуске и кто в нем примет участие, отметив, что все подробности будут в прямом эфире. Канал также сообщал, что пригласил для участия в специальном выпуске всех финалистов конкурса. Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. Первый канал решил аннулировать результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети». В котором победила дочь Алсу, 10-летняя Микела Абрамова из команды Светланы Лободы, набрав 56,5 голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки проведенной международной кампанией групп Айби. Согласно докладу групп Айби, была выявлена массированная автоматизированная отправка СМС в пользу участника «Голос. Дети» под номером 7, который был присвоен Микеле Абрамовой. В накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8000 сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям. Вместе с Микелой Абрамовой за звание победителя сезона в суперфинале боролись Валерий Кузаков и Ержан Максим. В финале шестого сезона шоу также принимали участие Мариам Абдель-Кадер, Валерий Кузаков, Ренат Таирова, Ержан Максим, Михаил Григориан, Анастасия Сисуари, Роберт Багратян, Нино Чеснер. Ержану Максиму подарили инкрустированный золотом телефон накануне спецэфира «Голос. Дети». Певец на премии «Признание года» исполнил ставшую коронной композицию «Синяя вечность». Казахстанский певец Ержан Максим победил в номинации «Признание года» на республиканской премии «Жан Аркен». Молодому артисту подарили эксклюзивный мобильный телефон, инкрустированный золотом. Передает портал «Кастанайские новости». Наградил Ержана Максима лично Аким Кастанайской области Архимед Мухамбетов. Отмечает региональное издание. Соцены в Кастанае 12-летний певец исполнил песню Муслима Магомаева «Синяя вечность». Премия «Жан Аркен» прошла в Казахстане впервые и очередил в рамках национальной премии «Народный любимец года Общественный фонд Республика Регион Развития». Песня «Жан Аркен» Песня «Жан Аркен». Песня «Жан Аркен» Песня «Жан Аркен» Сквозь сенью вечность летят до земли. Молы навстречу и пески сказки. На сенью сладоня несет корабль. Ох, ой, ой, это мечта. Молы навстречу и пески сказки. 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 24 мая в прямом эфире Первого канала пройдет специальный выпуск проекта «Голос дети». Начало шоу 21.30 по московскому времени и 00.30 по времени Нурсултана. Ранее мама Иржана Максима, Гульмира Алибек, подтвердила участие сына в спецвыпуске. Ранее результаты шестого сезона «Голос дети» были аннулированы. Звезды российской эстрады усомнились в справедливом исходе шоу, победительницей которого стала дочь Алсу Микела Абрамова. Проверка показала, что на голосование финала детского конкурса было оказано внешнее воздействие. Какую песню споет Иржан Максим в спецвыпуске «Голос дети»? Суперфиналист «Голос дети» Иржан Максим из Казахстана, скорее всего, исполнит песню «I'll be myself» в спецвыпуске шоу. С этой композицией он выступал в финале шестого сезона, результаты которого были аннулированы. На гала-концерт соберутся девять финалистов. Все они споют песни, которые исполняли в финале. «Концерт будет в прямом эфире», сказала мама юного исполнителя Гульмира Алибек на пресс-конференции в пятницу. Иржан Максим ранее выбрал песню Эрика Кармена «I'll be myself» для финала «Голос дети». В суперфинале казахстанец исполнял песню из репертуара Лары Фабиан «Адажио». Мама Иржана Максима подтвердила, что сын примет участие в спецвыпуске «Голос дети». Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухаммедевлы отметил, что пока неизвестен формат проведения выпуска, будет ли это конкурсом или гала-концертом. Официальной информации об участии дочери Алсу Микела Абрамовой пока не было. В эфире радиостанции «Серебряный дождь» Алсу заявила, что участников проекта ее дочь втянули в какие-то игры. Однако певица надеется на скорое завершение скандала. «Но я думаю, что все должно хорошо закончиться», – сказала Алсу. Если продолжить мысль Алсу и дальше, то можно предположить, что ее дочь Микела обязательно должна принять участие в фекс-проекте шоу «Голос дети», чтобы все хорошо закончилось, как говорит Алсу. Если представить, что Микела вдруг не пройдет на спецвыпуск шоу «Голос дети» 24 мая, то это будет выглядеть несколько странно и означать обиду. Ведь ни самой Микеле, ни ее маме Алсу, ни ее родственникам этого не надо. Так что, в означенное время, все 9 финалистов шоу собьются в полном составе и петь будут, скорее всего, те же песни, что и пели в финале. Первому каналу надо хорошо выглядеть и хоть что-то сделать. Перевыбирать по правилам правообладателя шоу нельзя, работать в жюри, скорее всего, не будет, и никакого голосования тоже не ожидается, как надеется большинство зрителей. Первый канал решил провести 24 мая просто утешительный спецвыпуск проекта в прямом эфире, в который приглашены 9 финалистов, боровшиеся за победу. Это всеми любимые Нино Честнер, Роберт Багратян, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Систаури, Марьям Абдель-Кадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова и, возможно, Микела Абрамова. Это не будет новый финал, канал на этом настаивает. Выбирать правильного победителя не станут. И это правилами запрещено, и с точки зрения здравого смысла было бы странно. Однако никто не мешает каналу организовать праздник для детей, который хоть как-то поможет сгладить неприятные ощущения от этого скандала. Пока взрослые спорят о голосовании на финале конкурса, Ержан уже планирует спеть дуэтом с дочерью Алсу. Об этом свидетельствует интересное видео на YouTube-канале «Певицы Алсу», где Ержан Максим и Микела Абрамова исполнили песню дуэтом в звукозаписывающей студии. Песня называется «I love you». Ержан сам написал, рассказал министр культуры и спорта Казахстана Арыстан Бек Мухаммедиулы. О других подробностях не распространялась и мама Ержана Гульмира Альбек. Решив сохранить интригу, заявив, что Ержан еще маленький, много вопросов со всех сторон ему задают. «Это тоже секрет, скоро увидите сами», ответила она на вопрос о возможном дуэте сына и Микелы. «Певицы Алсу» А как в Казахстане отреагировали на аннулирование результатов «Голос дети»? Арыстан Бек Мухаммедиулы выразил благодарность руководству Первого канала за аннулирование результатов шестого сезона «Голос дети». Министр подчеркнул, что во многих международных конкурсах бывают спорные моменты. «Я просто выражаю благодарность руководству телеканала за то, что они пошли на такой смелый шаг. Самое главное, что это пример другим организаторам на будущее, чтобы на конкурсах, особенно казающихся детей, не было несправедливого голосования», – заявил Мухаммедиулы. Ранее сообщалось, что министерство в следующем году выдвинет кандидатуру Ержана Максима для участия в шоу талантов «The World Best». В агентстве Хабар отметили, что у Ержана есть перспектива показать страну на детском Евровидении, если ему предоставится возможность принять участие в национальном отборе. Это пробоина навсегда. Фадеев не видит смысла в новом финале шоу «Голос дети». По словам продюсера, у сложившейся ситуации нет хорошего конца. Продюсер Максим Фадеев в Инстаграм высказался о намечающемся новом финале шоу «Голос дети», который пройдет 24 мая. Он опубликовал видеозапись, в которой обозначил свою позицию. Победителем шестого сезона шоу «Голос дети» стала Микела Абрамова, дочь певицы Алсу, она набрала вдвое больше голосов, чем ее соперники. В обществе поднялась волна возмущения. Многие россияне считают, что победа должна была достаться представителю Казахстана Ержану Максиму. Первый канал провел расследование с помощью сурбежной компании, которая сотрудничала с Интерполом. Выяснилось, что за Абрамову был вброс голосов. Первый канал отменил результаты шоу. Новый финал будет проведен 24 мая. На данный момент неизвестно, будет ли в нем участвовать Микела Абрамова. Ее мать, певица Алсу, ушла в глухую оборону. Она ограничила возможность комментариев в своей страничке в соцсетях. Кроме того, она не предпринимает каких-либо попыток объясниться со своими фанатами. Несколько раз за последнее время распространялись слухи, что семья Алсу пытается оказать воздействие на тех, кто собирается огласить результаты проверки. Впрочем, позже стало известно, что родные Микела Абрамовой никак не виляют на расследование, которое в данном моменте все еще продолжается. Всем привет! Хочу прокомментировать ситуацию с Голос Дети, поскольку вы меня вопросами просто уже съели. Мое отношение следующее. Значит, смотрите. Если было три победителя. Первый, второй, третий. Если первый почему-то не может стать первым, значит, первым становится второй. Так и в политике, в спорте, везде. Почему это не происходит здесь, я не знаю. Вы спрашиваете меня про концерт, который намечается. Без понятия, что за концерт. Все, что я могу сказать, если это какой-то примирительный концерт, окей. Если это концерт-конкурс опять с выявлением, так сказать, сильных сторон того или иного участника. Я считаю, что это катастрофа, потому что дети вряд ли переживут безпоследствий подобную ситуацию. Вот. Ну и последнее, что я хотел бы сказать. В этой ситуации нет хорошего конца. Как ни крути, как ни крути, кульбит. И, к сожалению, это пробоина навсегда. Всем привет. Меня атаковали журналисты на тему «Голос дети. Финал». Я посмотрел. Знаете, я открывал этот проект. Это мой проект. Я очень его любил, этот проект. И, конечно, он мне не безразличен. Но я оттуда ушел. И у этого, естественно, есть причины. Серьезные причины. О которых мы поговорим позже. Сейчас праздничные дни. Мне не хотелось бы обращать это всякими негативными вещами. Все, что касается этого финала. От меня все хотят комментарии. А нужен комментарий. Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok